470 тысяч тонн сахарной свеклы планируют собрать в этом году в области ЖТСУ. Перед массовым посевом культуры землевладельцам решили продемонстрировать передовые технологии, которые обеспечат высокую продуктивность культуры. В регионе выбрали опытные поля, на которых в пилотном режиме выращивают технические, масличные и зерновые культуры по новым методикам. Практика основана на научных исследованиях при использовании техники последнего поколения и соответствующих сельхозагрегатов. Полученный метод в дальнейшем будет распространяться по всей территории области. В данном массиве мы планируем провести опыты по возделыванию сахарной свеклы, в возделыванию сои, ячменя и кукурузы на зерно. Конечная цель – это получение высоких урожаев, снижение себестоимости и получение конкурс-способной продукции. По итогам 2023 года в результате деятельности Кыргазнефтегаза получена чистая прибыль в размере 2 миллиардов 621 миллиона сомов. Такие данные приводят Госагентство по управлению государственным имуществом. Компания добыла 173 тысячи тонн нефти и 22 миллиона кубометров природного газа. В 2023-м налоговые выплаты в бюджет составили 1 миллиард 477 миллионов сомов, в САЦФОН – 469 миллионов. Кроме того, выплачены дивидендов – 857 миллионов сомов. Всего в госказну было выплачено 2 миллиарда 803 миллиона сомов. В Минске проходят по местам нелегальной продажи первоцветов. В стране запрещены сборы и пересадка дикорастущих растений, которые занесены в Красную книгу Белоруссии. Но многих браконьеров это не останавливает. Сотни метров от мест нелегальной торговли рынок здесь тоже продают черемшу, только не сорванную в лесу, а выращенную на своем участке. Тот же товар по цене и вкусу, нос лицензии и реализуется по закону. Лук – медвежий или лесная черемша. На грани вымирания уже много лет. При сборе урожая первоцветов брагоньеры топчут места их процветания. Это колоссальный вред природе. Штраф за продажу краснокнижных первоцветов внушительный – от 200 до 2000 белорусских рублей. Это от 28,5 до 285 тысяч тенге. Плюс к этому штраф за вред природе. Запрет на сбор и торговлю диких первоцветов действует постоянно. И речь не только про черемшу. Вреждается его корневая система, что негативно сказывается на способности его к популяции и вегетации в дальнейшем. Поэтому его численность неуклонно сокращается. В ходе визита в Пекин канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с китайским руководством войну Российской Федерации против Украины, защиту климата и экономическое сотрудничество ФРГ и Китая. Российская военная агрессия в отношении соседней страны и перевооружение РФ оказали существенное негативное влияние на безопасность Европы и напрямую наносят ущерб основным европейским интересам, заявил он в начале переговоров с председателем КНР Си Цзиньпина. Одновременно глава германского правительства призвал к более тесному сотрудничеству Берлина-Пекина в области защиты климата. Шольц напомнил, что на весь мир оказывают негативное влияние экстремальные погодные явления – штормы, наводнения, засухи и холода. Шольц также выступил за развитие двухсторонних экономических отношений, основанных на нормах Всемирной торговой организации. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что Китай, несмотря на разногласия, делает ставку на сотрудничество с Германией. При этом китайский руководитель указал на необходимость придерживаться принципов взаимного уважения и искать точки соприкосновения вопреки разногласиям, а также учиться друг у друга. В таких условиях двусторонние отношения будут стабильно развиваться и могут оказать большое влияние не только на весь Евразийский континент, но и на весь мир. В очередь, Си Цзиньпин пообещал приложить дальнейшие усилия для прекращения конфликта, включая возможные проведения мирной конференции и сохранять прочные китайско-германские отношения. «Наши страны должны рассматривать и развивать двусторонние отношения с долгосрочной и стратегической точки зрения и работать сообща, чтобы привнести в мир больше стабильности и определенности». Очевидно, что нужно обсуждать проблему перепроизводства, говорить о конкуренции в сфере субсидий. Это ключевой вопрос, потому что проблема субсидий вызывает вопросы во всем мире. «Многие страны поступают так же, особенно когда речь идет о возобновляемых источниках энергии и передовых технологиях производства электромобилей. Поэтому важно, чтобы мы установили процедуры, обеспечивающие согласованное развитие движения вперед». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова